братан ты бля ты еще в таиланде это бля сидишь там и кура лезешь да и я это знаю точно керри привет мяу блядь пиздец блядь вторые сутки идут а вот это же вот это вот ждет меня после джангима блядь все здесь да ты тут еще блядь короче а в таиланде буду в баба баба короче смотри а на новый год я в сочи и числа 4 января в таиланд дела заедите прям прекрасно учусь не джея поэтому блядь вся энергия уходит туда иногда конечно стоит походить как говорится пожизвались музыку блядь на клубе катя 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 где сейчас москве пока москве чуть попозже в случае через параде я на бали полечу хочу там побыть чуть нехуй там делать мне сейчас там кимки приехали там нехуй делать вот на бали заявись летом было точнее летом будет зайдем сейчас там нехуй сейчас там остались те которые выживают тебе-то нахуй надо правда мы с тобой в Таиланде хорошо отдохнули поэтому ну нахуй тебе некуда блядь фу та-ра-та-та такой пиздец из-за этих ёбаных санкций невозможно заказать формальное оборудование джетское невозможно заказать вообще блядь что-либо блядь каким-то путями вот кто-нибудь уже блядь порой вот я вот думаю сейчас может кто-то в прямом феи сидит блядь и думает такое ебать а я придумал схему хорошую как красивая грамота блядь делать определенные действия которые обойдут находиться законодательства но я блядь все нахуя да 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 блядь что такое всего блядь вот на скучной ноте пару вопросов и нас ебать давайте вопросом блядь вика блядь я так в городе не приехал блядь в тот момент какой-то там блядь вышло все так поменялось просто пиздец вот так сука вот так реально все поменялось просто все чего один клюв да потому что если бы я сейчас где-то бухал бы это проебал бы завтрашние курсы мне поэтому я лучше дома сейчас напьюсь и спокойно лягу спать у меня завтра курсы блядь поэтому надо немножечко блядь правильно история своя гирка малышами приятно надо ножик по секунду я думаю в принципе нож для устриц пойдет тише блядь из-за не произошло ДТП вот честно вот я не понимаю да как люди сидят в эфирах создают интерес определенный блядь те отвечают на какие-то интересные вопросы это наверное потому что блядь зрители сука блядь интересуются определенные вопросы задают или как я сука даже с дома 2 нафиг не успел увольнить эту схему как то правильно начинать общаться во всю эту хуне, что делать? как-то, блядь 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 как так бля-паба да блядь блядь тут еще и персы блядь, ну ни хуя себе блядь Оммм, она вообще прекрасно смотрит, такая ересь, значит, начнешь на все вопросы, ты не можешь. Слушай, я уже бухаю сутки, я уже все вопросы, которые у меня имелись, я уже задал определенным людям, они у меня закончились, так как-то. Просто все, часто все закончились. Не, я сейчас очень сильно озадачен сейчас в поиске диджейского оборудования, поэтому я же говорю еще раз, эти ебаные санкции. Блядь, даже просто возьмем, может это нахуй вам не интересно, честно, но, блядь, если уже пошло подделом, эфир. Короче, нормальный пульт хороший, да, толковый стоит. Здесь, вот, который я посмотрел, вот, блядь, вот, вот этот вот пульт, да, он стоит, типа, а-ля, 299 тысяч, его, сука, даже нет в наличии, да. Вот, допустим, я его начал рассказать где-то в интернете. Окей, я его нашел на Польше за 2700 долларов, то есть за 270 тысяч Россия, типа, все дела, все, типа, сейчас узнаю за доставку, всю хуйню. Но, мне говорят, что, типа, возможно, на границе будут какие-то определенные проблемы, так как для определенных граждан Российской Федерации, либо белорусов, ну, белорусов, определенная сумма для вывоза определенной техники, сука, то есть до 1000 долларов. Этот пульт стоит 2700 долларов, и я хуй знаю, что делать, я не знаю, блядь, его нет в наличии, я не знаю, что взять, а вот взять какую-то бездевушку ебучую, ну, типа, вот, а-ля, которая сдохнет уже завтра. Ну, скупой платить дважды, честно, ну, не хочу, я лучше переплачу, блядь, ну, и она будет работать несколько лет, че, нежели я такой не буду заниматься. Так, мне сейчас скоро поприятно, блядь, на психологический, нахуй, тему разговора. Персик, Борян, блядь, Борян здесь, Борян здесь. И Борян пьяный, нахуй, пиздец, просто. Я даже нету, мне даже нету, нахуй, просто энергии и сил, просто, все нормально, я сейчас в Польше технику заказывать буду. Не, смотри, для граждан, в частности, скажем так, блядь, как на курс, уже полетело, так и так, я тоже сейчас на курсы хожу, мы, походу, с тобой вот на время написали, начали. Возможно, мне 14 декабря заканчиваются все экзамены, и, короче, там уже, ну, я еще на второй курс пошел, обучение. Еще какие-нибудь фишки научились. Короче, не суть, по поводу именно конкретно техники с Польши, не повесил. Когда белорусы вывозят технику, им раз в год разрешено вывозить крупногабаритную технику до 1000 долларов. То есть, типа, мне, типа, пульт привезти, это очень затратно. В плане, не знаю, сколько там на границе надо башлять, сколько надо там иметь определенных моментов, блядь, с этими остальными людьми, которые, в принципе, даже везут, да, там, берут свои бабки определенные. Я не знаю, нахуй вообще. Вообще, блядь. И это может быть оказаться так, что, типа, я закажу пульт, да, типа, вот, допустим, за, блядь, за 2,5 косаря зелень я покупаю пульт. Я обошляю бабки, я перекидываю ему туда, все дела, и возникают какие-то определенные вопросы, которые мне встревают еще на 4000 долларов. Нахуй мне это надо. То есть, я понимаю, если бы я точно бы знал, вот, так, 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 то есть, по стратегии определенные, такая сумма, так заплатить. Окей, все, без вопросов. Но когда я, сука, не знаю, сколько мне придется бабок отвалить, не-не-не-не. Да я такую хуйню денег это пойти. Не, риск это заебись, но риск это, когда ты хочешь выиграть, заработать денег. А рисковать на том, что, когда ты хочешь заниматься своим любимым увлечением, и, типа, возможно, это по пизде все пойдет. Хорошо, это не так работает, блядь. Я не буду с тобой сейчас спорить, объясни. Блядь, давай быстрее. Пиши, пиши уже. Ты уже пишешь сообщение. Давай. Напиши мне тогда, как это, блядь, работает. Как мне сделать так, чтобы это все происходило грамотно. Вот это тогда интересно. Блядь, мур, глял быстрее. Блядь, братан, ты там что-то в Таиланде так кайфуешь. Просто пиздец. Я, блядь, это понимаю. Сыка, я уже соскучился по Таиланду. Блядь, жди меня, короче, в январе. В январе жди меня в Таиле. Точно. Я не знаю, сколько. На две недели, наверное, скорее всего. Тут долго писать? Окей, хорошо. Ну, и если уже на то пошла тема разговора, давай, чтобы у меня данное наитие, блядь, на эту тему не проскочило, прямо сейчас уже начни мне писать личное сообщение. Пожалуйста, я тебя прошу. Для того, чтобы, если когда эфир закончился, я просто сразу элементарно зашел бы, я сразу понял то, что оп, это то, что мне нужно. И я не проебал эту мысль, я сразу его ловил. Али, привет. Тик-так, 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 тик-так. Определенная. На определенную сумму покупается в Польше, которую можно вывести. Что дальше и как, и что, я нихуя не знаю. Если ты владеешь этой информацией, пожалуйста, поделись со мной, потому что я очень заинтересован. У меня... Блядь, сука, я... Я прям пиздец, я горю своим делом. Я хочу побыстрее все это... Али, типа, вот давай так. Созваниваемся и пиздим. Типа, здесь, ну, такое себя. Ты написала, а я ответил по видео, это хуйня. Хочешь попиздеть? Созванимся. Женька, привет. По-моему, я хочу. Андерсон? Возможно. Нет, блядь, обычный, по-моему. Так, блядь, дай елка. На, хуйня. Да, блядь, сука, она такая, нахуй, тяжелая. Блядь. Давай, звякай. Ну, реально. Я сейчас просто эфир, нахуй, докончу и... Уй, попиздим. Охуенно, блядь. Сука. Сука, божаю. Короче, вот. И кто владеет этой ебаной информацией из Польши? Будьте добры, господа. Сука, дайте мне эту информацию. Это мне очень важно. Угу, угу, угу. Кто-то у нас зашел? Кто-то у нас зашел? Анечка. Аня? Блядь. А, полностью надо придется чистить, блядь. Ну, так не хочется, типа, надо половину, типа, отрезать. Я весь не съем, блядь. Короче. Аня, хочу немножко сказать по поводу Давида. Расскажу одну ситуацию. Мне очень интересно с тобой поделиться, если ты что еще в эфире. Я сейчас проверю, блядь. Нихуя ты вышла? Ну, и все, блядь. Нихуя здесь. Ну, не, ну, Жека, я сейчас тебе расскажу ситуацию. Смотри. Заливаешь кабинет? Да, блядь. Можно так сказать. Короче, такой момент. Вот представь. Вот тебе звонит близкий кореш. Да? Блядь. Ты тут? Ты тут. Заебись. Тебе звонит близкий кореш. И говорит, типа, алло, алло. Мне надо срочно такая-то энная сумма денег, типа, в промежуток времени такого-то, блядь, потому что, ну, надо. Окей. Ну, типа, я делаю. Это близкий. Жень. Это прям близкий человек мне. Что происходит? Я говорю, слушай. Ну, проходит сутки. Я говорю, эту энную сумму денег, которую я себе должил, отправь к твоей маме. Ну, типа, ей нужны эти деньги. Ну, типа, ей необходимы эти бабки. Вот прям пиздец. Ну, типа, отправь ей. Сделай на карточку. Желательно сегодня. Двое суток, нахуй, проходит. Нихуя. Я как начинаю расценивать эту ситуацию. Расцениваю эту ситуацию совсем по-другому. Человек, которого я уважаю очень сильно, я считаю, Дашка, привет. Которого я считаю очень сильно близко своим другом. Он, в принципе, мой близкий друг должен уважать меня. Я уважаю его. Поэтому мы и близкие. Логично. То есть максимальное уважение и так далее. Но, сука, когда я ему сказал то, что вот это, эти бабки, которые я тебе одолжил, они необходимы. Не-не-не, стой, 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 стой. Не то, что, бля, братан, я ему помог. И я ожидал то, что, типа, ну, я знаю то, что человек отдаст деньги. Дело не в том, что я их проебу, блядь. Я просто сказал то, что вот эти бабки, которые я тебе одолжил, отдай моей маме. Потому что ты в Беларуси находишься, они, ей сейчас бабки, типа, а-ля, необходимы. Сделай это. И он меня динамит. Но я расцениваю эту ситуацию совсем нахуй по-другому. Ты мой друг. Логически, блядь. Мой самый дорогой человек, сука, в любом случае будет это моя мама. Как ни крути. И если, сука, мой самый дорогой человек, моя мама, и ты, блядь, не уважаешь мою маму, значит, ну, цепочка идет, ты не уважаешь меня. Иди нахуй. Все, все просто. Я, сука, просто одолжил бабки через двое суток, а, ну, я потерял. Ну, как потерял. У него еще есть 23 минуты отправить моей маме деньги. Я ему сказал просто, что напросто мы прекращаем общаться. Я не хочу тех людей, на которых нельзя положиться. Это нахуй не надо. Зачем? Зачем такие люди в жизни, которые, сука, бесполезные? Которые, я понимаю, есть друг, на которого ты можешь положиться, которая на тебя может положиться? Окей, блядь. Двигаемся дальше. Если, блядь, люди просто попросту, как ебаный кислород, нахуй, для вдоха и выдоха. Нахуй это надо? Ну, это не нужно. Дашка, рассказывай, как твои дела? Вообще, я бы с тобой созвонился, конечно. Блядь, ты помыла, сука, как она чистится. Вот. Поэтому говорю, вот, очень прикольно то, что... Готовы отправить сообщение. Спасибо тебе большое. Спасибо же. Смотри. Самое обидное, с возрастом начинаешь реально более... Хочешь сказать четче, но скажу отточенно. Более отточенно начинаешь рассматривать свое ебаное, именно говорю, ебаное окружение. Потому что, блядь, до определенного момента оно было тебе каким-то приятно полезным. Но когда у тебя, сука, появляется самая мудрость, опыт, что происходит? Да. У тебя проявляются определенные приоритеты в твоей жизни, которые ты начинаешь ценить. И тем самым, если твое окружение не схоже с мнением, с твоими приоритетами, оно нахуй не нужно. Все просто. Блядь, хочу есть и пить, блядь. Просто можно, мне просто хватит бухать. Даша. Даша, ты здесь? Нет. Это только Катюха здесь. Катя. Бля, молодец. Вот никто не знает, про кого я говорю, но сейчас Катя меня слышит. Я смотрю на тебя с твоим типочком, да? Блядь, вы охуенные. Серьезно. Вы по-своему созданы друг для друга. Поэтому давай, Малай, не проеби. Не проебите, кайфуйте, блядь. Что вы придумываете сами схемы всякие? Когда на родину. Короче, примерно до 10 декабря я прилечу. Я что-то буду думать по поводу Барановича, что-то открыть. Как бы я нашел инвестора. Ну, надо слегка проанализировать рынок, потому что, блядь. Баранки меняются каждый месяц. Вот реально, Москва меняется каждую неделю. Баранки меняются каждый месяц. Кажется, вообще, что я сейчас несу. Неделя раньше, чем месяц. Но если отдалить изменения по времени, тем самым ты больше можешь угадать, как, сука, что происходит в этом ебаном городе. Поэтому я не знаю, как анализировать рынок, типа, по факту. Общепитовская тема в моем городе. Есть уже, короче, определенные заведения, которые заняли эту нишу. Все. Я обгоню. Если обгоню, только на момент открытия, нахуй. Месяц-два. Уехала. Ну, блядь. Не, я понимаю, дыра. Я вам так скажу. Если в этой дыре живут люди. И эти люди имеют определенные вещи и моменты. Привет, Саня. Определенные вещи и моменты, которые мотивируют другое население. Допустим, какой-то ебучий мажор с отцом, блядь, там, не знаю, кто они там, как. Ну, у них дохуя бабок, у них дохуяная тачка. И они катаются по своей ебучей деревне. И мотивируют остальных людей, показывают то, что есть у людей бабки. Что другие люди думают? Два момента думают. Первый. Либо завидуют нахуй. Типа, пидорасы, сука, там, блядь, воруют, там, может быть, что-то еще. Либо второй момент. Я хочу, как они. Ну, это так. Блядь, ну, это так, сука. Либо желают зло. Либо хотят такого же добра, как и у них. Так, ну, блядь. Поэтому, нехуй. Отходите. Блядь. А по-моему, ебать, какая вкусная. Короче. Блядь, мне спина болит, блядь. Я ее чищу, а мне спина болит. Какой хороший трек. К чему я вел тему определенную? Давайте закончу эту мысль. Мой городок, в котором я родился, в котором я жил, определенный промежуток времени, точнее, большую часть своей жизни. Она, честно, для хитровыебанных. То есть, заняли эту нишу, либо те люди, которые владеют определенные территории, то есть землей, блядь. Это, ну, самое пиздатое, то, что не наесть в наше время. Ты имеешь землю. И, в частности, те, которые торгаши, перекупы, наебатели и так далее, да? Сейчас, я хочу очень спать. Так вот. У меня до такой степени сложно выстроить в городе бизнес, что заставляет меня хорошо получать опыт определенный. Кто там гуляет? Не понятно. Промолчали. Вот. И тяжело в учении, легко в бою. Реально, говорю, Баранович и городок, который очень сильно встречает по одежке и по харизме. В определенный момент времени... Янчик, привет. В определенный момент времени мне завоевал какую-то определенную репутацию в своем городе. Согласен, да. Это помогло мне дальнейшее продвижение в моей жизни. Но, опять же, сталкиваясь сейчас в такой вопрос. Начинаем опять формировать эту определенную сеть. Я, мой городок, моя харизма. И мне что-то начало получать. У меня один вопрос. Бабки или связи? Я сейчас нихуя не буду говорить. Ответьте. Бабки или связи? Отвечайте. И я после ваших определенных ответов, спустя минуту, дам, блядь, свой комментарий по этому поводу. Вот, а вы там, может, не пишете, может, играете путь. Да. В холодильнике. Нет, это не берешь. Это не берешь. А вот поэтому новая бутылка появилась. Твоя новая бутылка тоже есть там. Поэтому мы ничего не говорим. Связи. Окей, есть один. Значит, есть связи. Есть бабки и связи. Окей, прикольный ответ. Дальше продолжаем. Какой еще будет ответ? Бабки либо связи? Еще раз повторяю вопрос. Ребята, грамотно сформулируйте свой комментарий. В холодильнике делаем зал. Без связи и с бабками не сможешь. Тебя не пропустят. Саша, сейчас немножко тебе кое-что скажу. Бывает связи, ты получаешь автоматически по своей генетической связи. В плане того, что у тебя есть родители, которые тебе помогают. Есть, которые богаты родители, есть, которые богаты по связям. Поэтому, давай, ты немножко отпадать. Прости, братан. Буду душить, бля, нихуя. Давайте кое-что вам скажу. Минута прошла, да? Я сейчас музыку делаю. Смотрите, я вам кое-что скажу. Бабки. Вы видите впервые человека. Допустим. Как понять, что у него есть деньги? Как это понять? Он хорошо выглядит. Раз. Да? Согласен. Возможно, он обладает определенными хорошими манерами. Два. То есть, ну, это... Обладать хорошими манерами, это, в принципе, превыше светского общества. Третий момент. За ним кто-то стоит, ты видишь. Не связь, а просто в плане того, что есть какое-то окружение. Знаю, окружение, это связь, это якобы синоним, но все же в данный момент. Так вот, если мне бы задали вопрос, связь или бабки? Спокойствие, уедемся. Хороший фильм. Подождите секундочку. Поехали. господа 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 простите простите что убежал так давайте вернемся к нашей теме разговора связь либо бабки так вот я вам кое-что скажу один момент это палка с двух сторон почему я веду ребята те которые люди хотят власти власть это связь запомните всегда согласно связь это власть или бабки так вот давайте закончим просто мысли когда ты имеешь деньги это не значит ты можешь купить поверьте меня иногда просто эти люди могут быть и подкупные если хотят просто денег но когда ты имеешь право на окружение связи ты проверяешь что общество ты контролируешь весь свой дружеский коллектив и тем самым ты уже правильно расставляешь свои приоритеты вот как это так произошло как ты так быстро взял в метрелку и вспомнил я не понял так произошло так произошло у меня учишься короче я тоже давайте покороче скажу я за связи тоже мне кажется если у тебя есть связи тебе не нужны бабки я подразумеваю связи давай а мне интересно дай мне свой комментарий я согласен но вопрос другом у тебя есть деньги на тебя никто не знает либо тебя знают все и уважают тебя все но тебя не знаю я понимаю не ты блять берешь сразу два плюс я сейчас тебе помыло кину ты чё ты нарушаешь все правила закона моего прямого эфира зая блин сейчас откушу ухо серьезно делай так больше тише тише молчать откушу нос молчать молчать манипуляция управления людьми слушай ты можешь управлять людьми я согласен вопрос другом себя негативный либо позитивно то есть вот как говорится дать человеку владеть другими людьми он начнет как либо вернуть свою прошлую бабу либо помирить своего друга со своей девочкой это значит то что в каких целях ты будешь использовать свою силу покажи свой дом и сердце сань счастье любит что тишина тишина молодец назад поэтому нет мы можем где-то засветиться вместе на глазах но мы не палимся правда зай это не надо ну же убедили вот честно вот просто поделись ситуации загрузи за это правда у нас были такие моменты мы не часто очень сильно как это правильно сказать информировали инстаграм своим настроением совместным времяпровождением и так далее да ну всегда получилось так когда мы скинем общий stories где нам так охуенно нам так пизда то мы кайфуем всегда мы ругаемся нахуй в такие хламы просто блять ну согласись за у нас реально дикий конфликт под до расставания блять ну какая-то тварь сидит на моей либо на ее странице и вот так вот крестом машет блять там проклятие создает да горит и нахуй в аду вот честно этот человек если ты смотришь а если не смотришь я сохраню сука этот эфир посмотри обязательно никто нас нахуй да вместе кулачок кулачок мы вместе нахуй и блять профессионеры поедите нахуй просто нахуй все 5 да и порнуху тоже нашу нашу порнуху будем публиковать а почему ты паша техник наши порнухи я возможно запил очень сильно чего-то не помню или что его я не видел я бля так это старый видос какой своей определенные мне кажется он даже в метро нахуй переходит сделать вы их всем лицом паша техник конченый человек с которого просто реально он клоун реально клоун я пропустил ты начал чем-то заниматься что ты кушаешь кушая по моему чем я занимаюсь саша беседую с вами короче поверьте мне я вам скажу просто три определенных закона очень интересных легко расстался легко и получаешь это касаемо денег касаемо вещей касаемо эмоций но не отношений второе правило счастье любит тишину сука это тоже правда имейте ввиду ребят я вам честно говорю некоторые люди не зная того что они имеют определенную сука какую-то внутреннюю силу своим ебаным взглядом и мыслью просто нагоняет реально порчу на людей сука я не знаю как это я люблю фильмы про привидения блять про всякие там концы света и так далее но в любом случае блять кошмары кошмарами но я не верю в эту хуйню в реальной жизни это сбывается почему-то вот реально когда ты начинаешь хвастаться своим победами блять своими достижениями начинаешь говорить о том что у тебя все так получается заебись появляется в твоей жизни такая эта мразь которая это все нахуй брет вот так вот и рубит это все с плеча вот просто все блять плеча рубит и ты потом сидишь в ахуе не понимаешь откуда это прилетело от кого это прилетело почему это произошло правда чин 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 ты не песни рван чин чин ты съела уже я не съела еще все помыл как тебе помыла андерса сочная мощная да да блин пытаюсь почистить эту шкурку не могу блять забавно знаете что такое терпение в эфире блять это когда у тебя прыгают подписчики просмотре в эфира от двух до восьми до десяти блять и обратно скат до двух а потом опять до восьми до десяти блять честно вот кто сейчас в эфире если вы мне зададите определенный интересный сподвохом вопрос вы охуеете от ответа я вам честно говорю даже моя малышка охуевает от того как я отвечаю блять какой-то рыб блять помыла не съел бы так ну вопрос будет задайте один вопрос сложный блять на который вы даже может не знать ответа но выше вам интересно посмотреть что я отвечу да да помыла капец да вот она сытная вот реально да ну честно блять я съел вот 4 500 доля как скажем ее от охуенной формы я сижу как будто я налопался блять не знаю ребрышек какие-то с гамбургера да с этой херней надо разбираться на эту грузовую это реально уже никуя не слышно ну ты понимаешь да вопросы блять диктуй вопрос дай мне контакты кто были прошлые мастера хорошо дальше я разберусь все я хочу иметь спрос тех людей которые имели ответственность за за вот это вот создание и тогда я уже буду создавать дальше все окей окей так вопрос будет кто там остался я на али леса смотрим дальше для дальше не знаю хан блять ну мастер пиздатых вопросов блять давай быстрее веди меня в тупик блять все ожидают это пока пока я у нас тут просто сижу обосруюсь блять перед ответом сделай это блять все я не могу есть подожди стоп еще попом элы это мы с тобой съели половину и в говно так обожрались серьезно хан хан сука вопросы блять давай леса блять ну ты хотя бы вопросы задай ну серьезно блять сидишь там блять не знаю пельменей свои печешь блять или что-ли-то блять заебись зайдем в эфир посмотрим на просто на бэна нельзя так надо есть как тебе кайфово пиздец просто я смотрю на тетя глаза аж под закат уходит я так охуенно нет пиздец блять я вас жду вопрос знаешь мне пишут как ты вкусно жрешь блять я на куй блять блять ну ты типа знаешь как из разряда я разлил кофе на свои штаны можете вытереть может еще льда подкинуть подождите на вопросы подождите потом пообщаемся на эту тему да шутишь я с тобой потом поговорю когда эфир закончу не будем выяснять отношения на публике правильно умничка моя ну все и куда и уходишь блять одежь блять а так давайте поехали вопросы готовлю ужин ты ужин готовишь его обычно блять на хорошо да так его если ты хочешь ну попасть туда я тебе могу попробовать найти какую-нибудь мадемуазель он типа если ты этого хочешь сука я на блять пласть это блять манипуляцию вкидывать блять хотим зрелищ пишут какие зрелища будем показывать так поедем в кабаре не поедем в кабаре нахуя в кабаре ехать ну приедем туда блять супим по коктейлю опять с говно напьемся и уедем домой нахуя сюда ехать нахуя сюда ехать так че хау помелу ребята помелу хау и для джек дэниелс доктором пеппером пьем необычно опа и мутло так господа какой на ваше мнение самый сложный вопрос как говорят в чем смысл жизни почему вода жидкая блять заяц ты о чем думаешь заяц ты как будто картину нарисовала блять и сейчас ей блять хвастаешь так что там вижу боря блять боря здесь боря тут и боря с вами мутло заебись надо громче блять ноутбук еще загромко а вот ни хуя не громче блять 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 так Вися, Вися, Вися. Вися, ты закончишь, блядь? Абло. Ага, Вися. Вися сначала. Абло. Блядь, место встречи изгенить нельзя. Просто, блядь, два выборка встретились. Ну, давайте, решите отношения в моем прямом эфире. Блядь, я хочу, блядь, я это подобрать. Блядь, здесь интересно. Так. Блядь, это самый длинный, блядь, прямой эфир. Добро пожаловать. Блядь, два, три, два, три. Так, что, блядь, сука, будет интересный вопрос. Я не буду спешить. Отпусти. А, куда дальше идти? О, а вот это за и есть вопрос. А, смотри. Куда дальше идти? Иди туда, где ты не чувствуешь дискофон. Блядь. Вот так. Покажи, блядь. Это чуть мало. Нет, это чуть мало. Блядь. Блядь. Что, блядь? Покажи, блядь. Так. А еще вопрос интересный, блядь. Давайте интересный вопрос, пожалуйста, блядь. Дайте поинтересный вопрос. Блядь. О, не чудо, не чудо. Петальник забер. Однозначное. Выдыхай. Ватя, выдыхай. А кто упадет? Ватя, что ты пришел? Ватя, интересно, блядь. Какие были раньше в мире? В наше время тем, кому управлять, примерно от 27 до 30. Для 30. Поэтому будет такой когда-то так. А вообще, ну ладно, полностью дальше. Так. Наверное, надо пройти какую-то определенную интересную тему, которую вы не можете задать, но она определенная в жизни возникает. Блядь, какая музыка, сука. Блядь, надо тихо сделать, чтобы я не остановлюсь. Я танцевать, но я здесь, надо с вами поговорить. Смотрите. Когда будешь в роли диджея, 4 декабря я сдаю окончательный экзамен. Сейчас. А, очередь. 4 декабря я сдаю окончательный экзамен. И... Блядь, везде, в Москве. Просто везде. Да, я знаю, что надо, поэтому поверьте мне, блядь, те, которые, кажется, у меня, блядь, на вечеринке, это будет гиздак. Это... Самое отборное... Блядь, самое отборное мудро, блядь, просто буду... Так, она забирается. Ты где? В Москве. Блядь, в Москве. В Москве. Блядь, вон. Что меня заебало? Я, конечно, все понимаю. Вот эти вот, которые... Квадрокоптеры, которые летали, блядь, создавали определенные теракты, блядь. Я не знаю, как это назвать. Сейчас. Скажем так, легавые начали делать определенные темы блокировки, блядь, вот эти вот. Сука. Интернет мне везде заебись в ловит. Мне это хуёво, потому что, когда я сажусь за руль и выезжаю туда-то в город, я ебучу Яндекс.Карту, у меня начинают вот просто... Вот такую хуйню делать. Вот такую, блядь, просто. И когда мне до точки, пункта, направления, то есть вот, все, да? В конечательной точке, надо доехать там, типа, 25 минут. Я до нее еду, сука, ебаный час. Я не знаю Москву. Я мало ездил, да? Типа, за рулем именно по Москве. И когда тебе пришлось, я понимаю, что пиздец. Я не могу. Она продолжается. Когда в гости привез? Какие гости? Куда в гости? Вы думаете, какой участок посещает вопрос, когда ты в гости? Блядь, как будто меня все ждут, блядь. На Новый год. На Новый год. На Новый год. Когда я направлялся, сколько-то так, в ГУФ, которые начали мне просто обыск. Блядь, слава богу, честно. Скажу прямо. Я не засал. И вспомнил свое образование юридическое. Я просто задал дело фролос. А где товарищи понятые, при которых вы можете меня осматривать? Я не скажу, все, доброго. Все. Я не знаю, как это прогодило. Просто поймите, ребята, когда вас обыскивают менты, свидетели только они. А они не являются свидетелями, по факту. Они заинтересованные лица, которые выполняют свой определенный долг. Все. Из-за этого выходит определенная схема. Поэтому, ребята, можете смело включить камеру. Снимать на видео и говорить, где понятые. Поэтому... Дим, привет, еще раз. Блядь. За... Один секунд. Я тебя не смог. Давай, давай. Ну что, что, у тебя, понятно. На, ты же хочешь сам, правильно? Сочи, боже. Мм? Сочи, боже. Нет. Вот камелла, везде. Как так оказалось? Все. Что? Ну, это, как сломать, да? Как сломать, да? Как сломать. Как сломать, да? Еще раз. Соколочное. Да. А вот, вот. Вот. Вот, вот сюда. Простите. Ты устал, вроде? дорогие друзья я ровно вернусь через две минуты потому что здесь определенные прихоти моей любимой женщины и вернусь что макароны, супы, мясо, какие мяса, мясо, сосиски, дороги, что ты хочешь? мясо или овощи? Поряд ли это? Поряд ли это? Дальше вам дать, я тебе перезаправлю здесь так Я хочу поворюсь, не так я хочу, а я хочу поворечь Давай, а можно поворачивать на шарик? Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok 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 Но я понял то, что, типа, вот эта вот шлистящая нахуй купюра, она для меня не совпадает. И деньги, ой, деньги, говорю, люди как материал, это помимо того, что те люди, которые тут где-то попадаются. Да, они где-то полезут тебя, ты полезен где-то им, но в частности, получается, что ты полезен им. Да, деньги не проблема есть. Короче, ребят, начните любить себя. Сука, вот это вот очень, это мое изменило жизнь, когда я начал любить себя. Прям конкретно любить себя. Я начал себя хвалить, я начал делать себе комплименты. Низкие цены. Нихуя себе. Иди-ка сюда. Нарушители моего личного права. Ты покушала, зая? Да. Может, что-то еще хочешь? Угу. Все? Угу. Тебе отнести в кроватку. Или поваляешься на диванчике. Дай мне ответ. Нет. Будешь на диванчике? Нет. Пойдешь в кроватку? Нет. Я тебя занесу. Нет. Так тебе, то есть, хорошо на диванчике, блядь, значит, не надо на кроватку. Логично? Блядь, царь. Все. Так. Умение выживания важнее всего. Бабки будут, когда ты их полюбишь. Но они тебе не так важны, как счастье и без них. Витя, смотри. У кого-то скажу. Бабки будут, когда их полюбишь? Нет. Бабки будут, когда ты их обесценишь. Это правда. Бабки будут. Потому что, когда ты не замечаешь трату своей определенной данной суммы, ты не понимаешь, откуда у тебя берется и прибыль. Это как-то... Я не знаю, откуда это все выстрелилось, как это все получилось. Короче, странная хуйня. Нет. Когда ты начинаешь... Есть правильно, грамотно. Дружить с деньгами. Это вообще нахуй умеют только 2% населения, мне кажется. Дружить с деньгами. И те, которые люди просто... Вот как ты говоришь... 20. Что там за голос? Каких 20? Владеть деньгами умеют 20%? Да. Владеть? Да. Нет. Я с тобой буду спорить. Я тебя люблю. Я хоть ради своей любимой женщины не могу перечь, но я бы с тобой буду спорить. 20% населения. Или нет? 20% это много. Владеть. Владеть. Не управлять. Владеть деньгами умеет максимум 2% населения. Максимум 5% населения, извиняюсь. Откажу вас от слов. 5. Владеть. Управление и владение. В чем разница? О, какой хороший вопрос. В чем разница между управлением и владением? Пиздец. Музыка. Как это? Музыка, блядь. Музыка. Диумус. Диумус. Реклама, я не могу. О, Яндекс. О, Яндекс. О, Яндекс. А этот трек охуительный. Он любит вкусный кальян. И чтобы кофе был вкусным. И кофе, чтобы было вкусным. Он любит вкусных девушек и вкусную музыку. Вкусных девушек и вкусных музыку. Да. Больше всего он. И что он может с вечеринки? И если ты спросишь его, как там, на вечеринке, он сразу ответит. На вечеринке все вкусно. Пиздец. Что значит дружить с русским языком? Именно грамотно обводить полностью русской орфографией или непосредственно к интернационным моментам. Давайте. Уточняем. Если будет конкретно за орфографию, я скажу, да погибать. Ты меня понял, что я имел в виду? Значит, все охуенно. И мне остальное все погибать. Если я буду писать, да, согласен. А если то, что я тебе говорю, и ты идешь к этому, какое-то определенное... Замечание? Прости, пожалуйста, на меня судьба похуй. Бля, научитесь на похуй. Кто там остался так? Бля, Леська, вот ты вот, мы гребанок, ребят. Ой, как я пьяно проюбался, когда здесь набор, на гребанок, в поле. Заяц, обожаю. Я здесь, когда перси просишь. И кстати. Ну как? Ты надумал что-то как-то изменять в своей жизни. Ты же знаешь, что начать? На лечении все вкусно. Культура еще кто-то не отменял. Я тебе с тобой, наверное, я тебе плохо. Я на всех субботчиков, я на всех субботчиков, я на всех субботчиков. Ты можешь... Смотри, кое-что я тебе скажу. Вот сейчас, по поводу этого всего. Чем отличается фраза «иди нахуй» до фразы «иди-ка ты нахуй». Интонация. Да? Да, 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 да. Мы можем прыгать по интонации, и совершенно верно, мы можем менять всю формулировку слов, и это ваше значение. Поэтому то, что ты сейчас написал, это ты так воспринял мою интонацию. Но все те люди, которые меня знают, они мне улыбаются, блядь, потому что не знают мою интонацию, и никогда никому не желают зла. На вечеринке все вкусно, блядь, понимаете? Что, Бориска? Да ничего, Олеська, я, блядь, знаю, то, что ты тут сейчас со мной, и ты вот это все слушаешь, потому что, типа, ну я веду эфир, да, и люди некоторые уходят, некоторые приходят, и вот эта вот тема повествования, которая переходит по времени, да, она теряется, и люди в недоумении. Вот это хорошо. Опять же, Аня зашла, блядь, зашла и вышла, зашла и вышла. Аня, выходи, ты же выходишь, кто-то слышал. Значит, ты в этот раз увидишь. Да? Я уже очень много поделился по поводу всего происходящего, что касаемо личности для этого парня. В плане ваших отношений, в плане моих отношений с твоим парнем, ну так как и сам отъявляешься для этого парня, поэтому... Я доебусь до тебя. Просто. Весь. Честно скажу. Я люблю, мне связь плохая, на границе чего? Ну, это раз, а когда в Белку, до 10 декабря я попробую приехать на пару дней, в любом случае, я хочу увидеть маму, я хочу по дому помочь на определенные моменты, и заниматься дальше уже работой. Капляет, у тебя все плохая. Так, а где? Где? Что, блядь, я что, крышку от Жека выкину? Я что, блядь, она за компьютером, блядь. Блядь, сам себя на них бан. В Поляндии я бы еще могла бы уехать, как приезжать. Куда, блядь, приезжаешь? В Поляндию. Ань, я в Москве, приезжай, если что, в Москву. Мы ответили друг другу на вопроса. Ну, вот, что заебись. Паршаник, ну и все, прекрасно. Ну, какая, нахуй, Поляндия, блядь, сегодня? Первый вопрос, виза есть, нету в Поляндии у нас. Второй вопрос, на какого хуйня там появиться? Третий момент, если я буду проездом, то вот, типа, куда, и что, и как. Куда? Так. А, в Минске, 24-го, 24-го. 24-го, 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 но... Так, а сейчас, ноябрь еще, ноябрь, еще ноябрь, еще ноябрь, 24-го, не, а... А, подожди, а до какого числа? В любом случае, если не будет снега у нас в Беларуси, блядь, возможно, сделаем шашлыки. Леся, блядь, то же самое, блядь. Леся здесь, а заебись Аня, Леся, вот и все заебись. Если есть Аня, значит, ей будет Давид, блядь. Если есть Леся, значит, ну, мы будем все. Короче, дорогие мои друзья, с которыми я провожу время, видим шашлыки, пьем пиво, слушаем музыку, веселимся, скажу так. У меня провести время получится только тогда, когда я появлюсь. Простите, это, может, грубая фраза, да? Ну, типа, я должен появиться до 10-го декабря. Если это получится сделать, то я приеду. Так я нихуя не знаю. Леся, ты мне уже скажи, что он тебя уже занимает. Ладно, там Анька, Анька, танцами ебашит, она тебя по жопу трясет, у нее эти по всему. В смысле, куда несет? Олеся, моя подруга. Аня, это Давида девушка, дальше что? И что? Я не могу общаться? Я не могу общаться. Юль, не начинай, пожалуйста, сейчас эту фишку. Я общаюсь с теми людьми, с которыми я был знаком еще до встречи с тобой. Поэтому, пожалуйста, не надо начинать. В прямом. Я был знаком с некоторыми людьми еще до встречи с тобой. И? И... Какое к нам? Какое к нам? Я говорю про Беларусь. К маме, где у меня на шашлыках собирались друзьями. Понимаешь? У меня на шашлыках собирались друзьями. Давид. Давида девушка. Олеся, моя подруга, ее подруги. Все. Моя мама была. Все просто. Мы шашлыки болтали, веселились, слушали музыку. Все. Понимаешь? Что? Ты не готова? Тогда ты нахуй шрешь сейчас своего гуфа. Шрешь нахуй всех своих друзей, которых я хаваю и терплю. Если нету взаимопонимания ко мне, я не буду терпеть за ним в себе. Шоу-бизнес? Да мне нахуй, ты моя женщина. Мне поебать на твой шоу-бизнес. Мне поебать на твой шоу-бизнес. Ты моя женщина. Я тебя люблю, значит, пожалуйста. Мы либо находим компромисс, либо альтернативу, либо нахуй, мы не строим отношения. Я воспринимаю твоих друзей. Воспринимай моих друзей. Все. Я тебе серьезно говорю, Юль, ты сейчас не права. Либо ты мне доверяешь, и мы с тобой нормально идем нога в ногу. Либо нахуй вот эти вот цирки небаные. Ты моя женщина. Я тебя безумно люблю. Ты меня безумно любишь. Мы строим свою семью. Какого хуя ты сейчас начинаешь просто закидывать удочку на моих друзей. Нельзя так делать. Ни в коем, блядь, случае. Я так не веду себя по отношению к тебе. Будь добра, не веди себя так по отношению ко мне. Не лезьте нахуй в мои семейные отношения. Я так не знаю. Я так не знаю. Я так не знаю. Сколько выпил? Где-то... 0,7, 0,7. Нет, 0,7 выпил и вот ещё это подпил грамм 100, наверное, или ещё. Буду пьяным, ну, типа, я в мозгах. Это всегда так. Типа, если я говно пью нищий, у меня два варика. Я либо блюю нахуй, либо просто не общаюсь ни с кем. Всё, если я общаюсь, значит, я ещё в адеквате. Поверьте, когда я закончу эфир, значит, я напью всё. Нет, серьёзно. Я очень уважаю личные границы в отношениях по поводу друзей и подруг. Если вы вступили в отношения, ну, вот вы как пара вступаете в отношения с человеком, и у вас есть определённые друзья-подруги, с которыми вы до этого общались, ни в коем случае, ни в коем нахуй случае не ведите против них ради своих отношений. Почему я вам скажу? Потому что человек, который принял вас, который полюбил вас и принимает ваше окружение. Он пытается менять. Нельзя так делать. Никогда не потерпел. Можно сделать замечание, когда я познакомился с человеком, с девушкой. Познакомился с парнем, с подругой. Платрика садится до процентов. Так. Так. Держается? Заряжается? Нет? Нихуя не заряжается. Убирается. Всяко. Короче, к чему говорю? ни в коем случае не препятствуйте своему окружению, которое вас поддерживаю, воспитываю до отношений ради этих отношений. Ни в коем случае. Никогда. Начинается отношение, сразу расставьте границы. Пожалуйста. Это мой друг. Это мой подруга. Все. Не берем в тему обсуждения. Все. Все. Сейчас это произошло. У меня весь. Ты моя подруга. Я о тебе говорил ей. По поводу Ани. Я говорю, что ты девушка моего лучшего друга, как Давида. Все. Какой нет. Не в контроле дела. А в нарушении личных границ. Я, когда она общается с определенными из шоу-бизнеса, с сыном, Гуфом, Хуюфом, с Киркоровым, да, и так далее. Послушайте, ребят. Я как мужчина. Мне не нравится, что моя женщина общается с мужчинами. Любому мужику не нравится, что женщина его общается с мужчинами. Но мы входим в ее положение, входим вот в эту вот абстракцию лояльности, блядь, и спускаем все на... Нет. Ну, сука. Нам же все равно неприятно в душе. Ну, мы, сука, сходим, да. Какого хуя мы тогда должны терпеть, то, что, блядь, не сходится на нас. Нихуя подобного. Либо равноправие, либо и... До свидания, Гули. Все. Равноправие. Оно должно быть. Я люблю и уважаю свою женщину. Уважаю ее окружение и общение. Друзья... Шапка зачем? Для того, чтобы ты спросил. Вот, я уважаю ее окружение и так далее. Вот, ее друзей. Но... Уважай и мое. Либо отказывайся, нахуй, от своего, если ты запрещаешь в общении моего. Логично? Логично. Все. Просто. Блядь, это зарядка, ебаный. Это миссия, ебаный. У меня это еще баланс. Почему? Короче, надо у меня телефон, походу. Ну, реально, Лесь. Запомни. Спасибо. Тогда не задавай вопрос, почему я в шапке. Просто в шапке завелись. Видишь, ты сам ответственный на свой вопрос. Поэтому, ребята, поймите одно. В отношениях, я согласен, должно быть уважение к своему партнеру, все так далее. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Но... До отношений у тебя есть определенный круг лиц, с которыми ты взаимодействовал, ты общался, ты, блядь, секирился в десны, как мы скажем. Но! Если что-то человеку не нравится, он должен сразу, заранее, выделить эту границу. То есть, допустим, вот я с тобой начал встречаться. Я там, не знаю, ты парень, но я девушка. Либо я парень, а ты девушка. Я с тобой начинаю встречаться, да? И тебе не нравится то, что я общаюсь либо с этим парнем, либо с этим девушкой. Ты мне говоришь, мне не нравится. И мы тогда сразу что? А я, блядь, общаюсь в своем эфире. Чего ты даешь меня? Я хочу общаться в своем эфире. Зай, ты не права. Бля, малыш, пожалуйста. Ну, успокойся. Мы закрыли эту тему. Я на тебя не злюсь. Я тебе честно говорю. Я сейчас возьму вот этот бокал и вот эту бутылку и вылив в умывальник. Если ты не можешь адекватно отвечать на вопрос... Я возьму и уеду в полку. И что дальше? Так уезжай. До свидания. Ну, так уезжай. Ну, так это твое действие будет. Это ты решила. У тебя есть твой мужчина любимый, который у тебя находится дома, но ты уезжаешь в клуб. Так есть. Ну, так и все. Уважайте тех людей, которые вам создали комфорт в вашей жизни. Скажу так. Вот, ну... В моей жизни очень много было людей, которые меня предавали, потому что я был наивный. До определенного момента возраста своего я был очень наивный. Я верил в дружбу, блядь, да точно, вот эта вся хуйня, блядь, братва, блядь, все дела. Я верил в эту всю хуйню. И... Да дай мне поговорить с подписчиками, что ты переживаешь? Я сейчас не о тебе говорю, Зай. Ну, хватит. Тебе не нравится то, что я общаюсь? Я все люблю, ты так. Да дело не в этом. Мне хочется поделиться, Зай. Я пьяненький, я хочу немножко поговорить и поделиться. Блядь, хватит. Блядь, подписчиков хуелло. Петров, еще раз, ты напишешь какой-либо тупой комментарий, ты просто попадешь в черный список, нахуй, и все. Подумай, пожалуйста. Поначалу ты мне показался более очень интересным подписчиком, который задавал интересные вопросы, но сейчас ты себя ведешь слишком глупо, и я тебя нахуй выкинул, поэтому, пожалуйста, давай мы будем с тобой общаться. Хорошо, дружески? Восстановим это все отношения. Не нарушай, не надо. Я хочу общаться. Дело не в этом, то, что любят, не любят, блядь. Я хочу пообщаться. Я сейчас вот отключаю микрофон, я сейчас отключу микрофон, просто скажу, подожди. Субтитры создавал DimaTorzok и снова здравствуйте. Так, мы не ругаемся, мы решаем нашу проблему. Правда, Зай? Правда. Так. Все нормально. Мы не деремся никогда. Честно, я за всю свою жизнь никогда не поднял руку на девушку. Нет, я признаюсь, один раз дал подчечину. Ты знаешь, да, это рассказывает ситуацию. Далеко не своя любимая сейчас данной женщине, а там поза тех отношениях, когда меня били по лицу, я просто предупредил, что я дам сдачи и дал подчечину девушке. Никогда в жизни я больше не бил девушку. Нахуй. Меня мама воспитала. Защищать слабых и женский пол, он всегда слабый. Логическая цепочка складывается вот так вот, то что... Никогда. Поэтому мне проще, честно, я могу заломать девушку, связать ее могу, но ударить никогда. Никогда. Ты будешь кушать еще? Нет? Супчиками не уходишь? Разогряем. Ладно. Уходишь, суши закажу. Устрицы, блядь, с которыми я траванулся, нахуй, блядь, и не мог, блядь, есть двое суток. Хочешь, тоже закажу, а? Блин, ребят, не ругаемся. Все круто. Мы умеем быстро решить проблему и что? Насстраиваться на позитивную. Правда, Зай? Ну вот, все. Нет, у нас все круто. Серьезно. Ну, быстро решаем ее, быстро обсуждаем и все выкидываем. Здесь, нахуй, негатив. Ну, потому что он не нужен, ребят. Блядь, поймите. Вот. У меня вот... Можно я поговорю про бывшую жену? Я тебя спрашиваю. Да. Да? Спасибо. Бывшую жену у меня был один момент, на День Святого Валентина. Так сложилось. Я никогда не лезу в женский телефон. Моя любимая знает. Я не лезу. Я могу предъявить по фактам, но я никогда не лезу в женский телефон. И вот в тот момент я как-то, блядь, не знаю, краем глаза либо какая-то ситуация возникла, что я увидел подозрительное сочетание букв, которые мне накинули, смысл, тот, который мне свойственен, да, когда ты в паре находишься, да, вот этот момент. И это будет здесь с вами Валентина, еще раз напомню. Она мне показывает переписку, ну, то есть, я делала замечание, она мне показывает телефон. И чтобы вы понимали, весь диалог, вся переписка начинается с такого сообщения. Бля, да, это было круто. И она отвечает, ну, да, могло быть лучше. Все. Где, сука, до? Где, сука, после, блядь? Блядь, я просто понимаю то, что, ну, типа, мы с человеком вместе, да, типа, у нас там отношения и все дела. Я говорю то, что еще раз такая ситуация повторится. Ты идешь нахуй. Вот просто. Мы с тобой расстаемся. Я не буду с тобой, блядь, скандалист нахуй и так далее. Мне это нахуй не нужно. Я просто понимаю, я предупреждаю еще раз. Я тебя спалил, ты попалась, еще раз такая ситуация повторится, ты идешь нахуй. Все. Все очень просто. И мы сразу прекратили этот весь скандал, потому что я понимал то, что мы сейчас начнем, типа, я начну ее предъявлять, типа, блядь, ты переписываешься с ним, там все дела. Вот это вот время трата, время трата, время трата. Здесь это Валентина, здесь это Валентина, все дела. Нахуй мне тратить время, на руганье и конфликты. Если я понимаю, что исход будет один, мы помиримся. Один будет, сука, исход. Мы, блядь, помиримся. Я это все время нахуй сузил. Вот просто. Просто нахуй сузил все это время. И сделал ей замечание, сказал еще раз, такое будет, ты идешь нахуй. А он сказал, да, окей, все, окей. Все. И мы дальше продолжим. День, стол, блин, сюда. Все. Зай, прости. Ну, типа, я вот сейчас спросил разрешение. Это не культурно. По отношению вспоминать прошлую жизнь, типа, семей и так далее. Вот. И по поводу скажу конкретно бывших отношений, больных бывших отношений. Скажу один чисто интересную такую фразу. Бывшие называются, потому что они бывшие. Поймите. Сугубо большая редкость, я согласен, возможно, там, блядь, музыка, опять. Сугубо большая редкость, когда, типа, я понимаю, что там бывшие сходятся, у них там, блядь, ебическая семья, блядь, там, дети по пять поколений, там, и так далее. Но, ребят, когда есть причина, по которой ваш близкий человек становится бывшим, и вы не можете дать ему, скажем так, не комментарии, а правильно как-то выразиться, сейчас я скажу. Правильные, блядь, бля, музыка сбивая. Правильное оправдание. Правильное оправдание. Тому, что, типа, почему так человек, типа, по его поступил, типа, да, то есть, если я понимаю, что есть конкретные причины, конкретные события, типа, совпадения и так далее, и вы на свою логику страх и риск понимаете, что это, типа, ну, так произошло, вы можете дать точно отчет и ответ на этот момент, то есть, прощать, либо не прощать, но, если человек бывший, если вы любили человека, блядь, пиздец, как безумно, и вы считаете, что он бывший, значит, вы его не любили. все, прошедшее, все, несправедливо, бусин, дай, воздушное, быстро, посылай, съел, не знаю, если она посмела, ну, смотри, окей, я согласен, посмела, а другой момент, когда ты за посмела, можешь, вот, типа, ты говоришь, ты посмела, а на самом деле она не делала этого, что тогда? не делала, она не делала. Нет, это произошла так ситуация, совпадение, ебаное, вот реально, вот такой вот этот, ебаный 1%, который, вот, все люди уверены, могут быть только на что, на сколько? На 99%, да? Ну, согласен, типа, когда мне спросил чатик, говорит, насколько ты можешь быть уверенна? Она решила, что ей это не нужно, она решила, заметь, что ты сказала, она решила, это она сделала выводы, не он, я согласен, его определенные действия, да, привели цепочку к тому, что она привела свои действия, но, она же взвешивает, да, все отношения в целом, к себе и так далее, знаешь, что, он хуево относился, не согласись, заян, бля, ну, честно, вот, я тебе честно скажу, я могу, вот, допустим, я полюбил человека, который ко мне относится поебетически хуево, да? Да, да, на зло, а какая выгода? Это месть, на зло может быть, когда ты хочешь мстить, тогда человек тебе не отвечает, тебе не месть, ну, месть, 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 ну, а как ты можешь мне мстить, если мне на тебя похуй, допустим, на зло, как? Стиви, иди ко мне, иди сюда, бля, мне такая собака, хорошая, иди ко мне, иди ко мне, иди сюда, иди ко мне, иди ко мне, прыгай, иди сюда, давай, ой, иди сюда, какой, у меня собака, это все время 20%, я смотрю, одна пятая часть, одна пятая часть, что там, дай я тебя на руки воню, иди ко мне, иди сюда, ой, ой, ты ж мой, буйвол, ой, ты ж мой буйвол, а посмотри в камеру, ой, ты ж, ой, посмотри, я тебя держу, я тебя держу, я тебя держу, зайка моя, хрюкает, восемь на двадцать, да, ну что такое, ну что, что там, все, Борик, я пошла, чили, доброй ночи, давай, малышка, пока-пока, что, что, что мужиков, блядь, она сейчас напала на мужское поезд, за третью, что ты сказала за мужиков, да, она сказала за мужиков, зайка моя, ну и все, ну и все, давай, давай, ты скажешь, спускай, спускай, черт мой, молой, так, что там интересно, привет, 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 заходите в Борик, в прямой эфире, и проблем в отношениях у вас не будет, ну серьезно, блядь, ну это правда, блядь, знаешь, что мне написали, заходите к Борик, в прямой эфир, и у вас проблем в отношениях не будет, ну это же правда, ну это правда, Борик, давай, тёпку, да, тёпочки, я хочу, блядь, всех телок сразу, блядь. Желательно под лет 90, блядь, чтобы челюсть выпадала во время миньета. Можно, да, такое? Да, чтобы не сосали, и челюсть выпадала. Можно не такое? Ой, блядь. Я сейчас кину стаканом, блядь. Я кину стаканом в ногу, потому что, блядь, ты очень прекрасный. Я не могу это сделать целое кольцо. Отдайте, отдайте мне бокал, я ссор. Приехай мне. Ты приехала. Понимаешь? Я выклеплю, если ты у кого-то, все в диске. И меньше это не очень, почему так происходит. Я не хочу понять, почему ты пьянеешь, извините меня, и думаешь по-другому. Почему так? Приезжайте все на Хадынский бульвар, 5 корпус 3, тут у нас 3-4 комнаты. Сколько? Сколько комнат? Пойзал. Раз, два, три, четыре. Четыре комнаты будем сейчас устраивать, Ольга. Будем ебаться с собаками. Приезжайте. Че, нет? У нас, кстати, есть Маша, которая сажает курицу на банку, когда во время жарки, да? Кстати, мы заметили, да? Это очень прикольно, и вы можете приехать и непосредственно понаблюдать за этим всем процессом. Курица есть? Нету? Сейчас купим, а Маша посадит на банку. Ну, бля, пиздец. Аня. Аня. Алина. Телефон, ёптус. Ты же своими силами потусторонними. Зая, нельзя так делать. Да успокойся. Ну, Зая, ну ты же знаешь, блядь. Ты знаешь меня? Ты знаешь меня? Я не буду себя, вести себя так, чтобы, блядь, влиять в твою репутацию. Поэтому, пожалуйста, успокойся. Тем более, в прямом эфире, блядь. Ты что? Я сейчас Гуфу, нахуй, позвоню и скажу, иди-ка ты, нахуй. Черт, блядь. Не влезь больше к моей женщине. Так пойдет? Нет. Нет? Ну, тогда, пожалуйста, не смей больше мне сейчас что-то открывать рот. Юль, Зая, любимая, пожалуйста, успокойся. Пожалуйста, малыш. У нас сейчас с тобой какой-то вообще непонятный диалог. Мы с тобой сейчас агрессируем друг на друга. Это так не должно быть. Мы с тобой так никогда не общаемся. Пожалуйста, успокойся, Зая. Дай бучку. Что ты мне говорила? Давай, хорошо, я с тобой обсужусь. Гуф твой друг, хорошо. Алина моя подруга. Леся моя подруга. Дальше что? Что-то я вижу в твоем взгляде, тебе это не нравится, блядь. Так же, сука, и мне не нравится, что Гуф твой друг, блядь. Мне не нравится, но я не открываю свой рот. Я уступаю твоим личным границам. Пожалуйста, уступай моим личным границам. Привет. Все, надо всю хуйню заканчивать, короче. Заканчиваем эфир. Пиздец. Пока. Пока. Продолжение следует...